Всем привет дорогие друзья, с вами снова Криви ТВ и сегодня мы поговорим о том, как красиво сливаться. Ну или как сливаться некрасиво, если быть точнее, и мы снова попадаем в цирк ну полных идиотов. В принципе это не редкость в ГВТ, но все-таки такие бои случаются ну не то чтобы не часто, но на них стоит посмотреть и поучиться иной раз есть чему. Все-таки такие бои происходят и нужно быть к этому готовым, и особенно тогда, когда ты на Т-34-85. Нет, я ничего против этой машины в общем-то не имею, машина нормальная, но она отнюдь не имба. Будь я в данном бою на каком-нибудь ИСе, думаю все бы ушли просто в путь. Ну а на Т-34-85 влиять на исход боя гораздо, гораздо сложнее. Но да ладно, мы сейчас не об этом, мы сейчас о том, как тут мы будем действовать. Собственно, что мы видим? Мы видим то, что наша команда разделилась более-менее на одну группировку, которая поехала со мной на балкончик. И вторая группировка как-то вообще непонятно так разъехалась, вроде бы частично в центр, частично налево, и уже видим. Уже начинают брать и защику, причем конкретно. Ну ладно, пятый уровень, ПЦ-4, вроде бы ничего страшного пока, тем более я тут тоже нашел ПЦ-4, по которому можно пострелять. И всаживаю дуню за дуней в него. Тем более, что благо мне сейчас везет, точностью Т-34-85 не ахти, кстати, исторически в принципе-то она была нормальной. Но в игре балансная характеристика, однако. Тем временем слился еще один наш, но пока еще не критично. А сведение, это самое удручающее у данного орудия, оно почти 4 секунды. Точнее, не почти, а ровно 4, и это нехорошо, это отнюдь нехорошо. Разовый урон у нас не особо большой для шестого уровня, 300 единиц это довольно несерьезно. Ну и пробитие в 144 единицы, это конечно, ну... Да, не достижение далеко, увы. И самое главное, собственно, орудие-то это, у нас и не сказать, чтобы сверхскорострельное. Ну, раз в 5 секунд стрелять это, конечно, неплохо, но далеко не предел мечтаний. Тем временем у нас умер КВ. Ну, ладно, бывает, да, счет еще только 1-3, ну, что может случиться? А случается вот что. Как вы видите, в центре противник подсвечивает наших, и с другой стороны их уже зажимают. То есть нас фактически взяли в котел. И тут у нас есть Шеридан. А вы знаете, насколько кусачья пушка у Шеридана. Поэтому я сдаю задним ходом, уже успел набить некоторое количество урона, и понимаю то, что все. А где союзники-то? Все, нету союзников, они только что все поумирали. Там просто заехал ИС и давай всех раз, два, три, четыре. Просто всех раскидал. Да, у нас был Тигр, и Тигр даже смог убить какую-то там машину. КВ-3 вроде бы там был даже или что-то типа того. Но, ну, один, один танк, это, ооо, это совсем не круто. Если Тигр сразится с ИСом, конечно же, один на один Дау не сможет победить, но их там было пятеро. Их было пятеро, и они все отдались. Я понимаю, можно было не забрать там одного, двух, трех, но не всех же оставить жить. Я тут успешно добиваю М6-го, пытаюсь как-то повыцеливать ИСа, ну и знаю то, что сейчас все-таки на меня уже сагрится. Со мной тут стоит единственный Брумбор, но толку от этого Брумбора, конечно же, немного. Ну идиотов цирк, они просто все, все отдались, даже те, кто стоял здесь. Здесь-то они как умудрились отдаться, я не понимаю этого, ну да ладно. Тем временем Шейдан выписал мне плюху, разумеется, ББшки замечательно заходят, и я уже ничего здесь, увы, сделать не могу. Ставлю его на гусеницу, и будь у меня больше времени, я бы его, наверное, расколупал. Один раз на гусеницу, один урон. Все, замечательно, он мне ничего сделать не может, а я его тем временем разбираю потихоньку. Но проблема в том, что противников-то осталось еще довольно много, а Брумбор, увы. Брумбор это нам не союзник. Даже если он и сможет убить сейчас какого-нибудь врага, то у него слишком долгая перезарядка. Да и меня расстреливают, в принципе, из-за того, что я свечусь просто от самого этого Шеридана. И ничего уже не могу сделать. Тащил, пытался, делал все, что мог, но, увы, ничего не вышло. А все почему? Правильно, потому что сыграла наша командная супер-мега-тактика. Конечно, ИС это машина убийства, но, как вы можете заметить, в этом бою он не прям так и растаскивал. Да, я понимаю, он мог бы убить там шестерых, тогда да, никаких вопросов. Но здесь они отдавались всей команде и поочередно. И 10-4 это печально, печально для этого уровня, если учитывать, что два фрага сделаны мной. Причем самых, наверное, серьезных, это ИС и М6. Ну что ж, на этом бой подходит к концу. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и просто посмотрите на результаты команды. Я в топе, команда в жопе. Ну не моими стараниями.